В Советском Союзе было семейное кино, было очень много семейного, молодежного кино. Сейчас в России оно практически исчезло. То есть сейчас есть Disney, есть какие-то другие стандарты. Чему он учит, непонятно, а все-таки наше кино советское учило доброму, вечному. Думайте, почему оно пропало и что нам с этим сейчас делать? Чем ему место занять, заполнить можно? Ну, действительно, я даже сам сяло на мысль, что смотреть, в принципе, что будет цеплять, что-то трогать в душе, вызывать эмоции, вызывать даже пускай слезы, как раньше, доброе советское кино, где есть история, где есть любовь, где есть отношения. Да даже детские фильмы, которые снимались у нас, они до сих пор актуальны. И я саму сыну показываю то, что я смотрел, будучи там подростком. Что делать? Я даже не знаю, что делать. Хотя у нас, наш кинематограф, он, в общем-то, закончились времена, наверное, когда пустовали киностудии, когда денег государство не вкладывало в российский кинематограф, вот, сейчас ситуация изменилась. Вот, опять же, нужны хорошие сценарии, нужны хорошие... Хотя у нас, в принципе, режиссеров очень много достойных, российских, и операторов, вот, и актерский состав очень сильный, как-никак школа российская, советская. Вот, я думаю, что вот эти компоненты, которые я перечислил, и они должны сформировать вот современное кино, которое будет трогать, волновать. Вот, ну, слава богу, что вот я вот, что последнее посмотрел, это достойный очень фильм. Сейчас. Я просто... секундочку. Может, сейчас... Субтитры создавал DimaTorzok